К международным новостям. Госдепартамент США обнародовал ежегодный доклад, в котором констатируется ухудшение ситуации с правами человека из-за войны в секторе газа. Тем временем, согласно последнему опросу Bloomberg, президент Байден терпит неудачу, поскольку избиратели недовольны экономическими перспективами. Reuters же сообщает, что прибыль крупнейшей платежной системы Visa выросла на 17% на фоне роста расходов потребителей по кредитным картам. Один из крупнейших в Японии банков Japan Postbank сообщил о системном сбое, в результате которого произошла задержка более 1 миллиона входящих платежей. Более подробно в видеообзоре детали. Госдепартамент США обнародовал ежегодный доклад, в котором констатируется ухудшение ситуации с правами человека из-за войны в секторе газа. В докладе отмечается, что конфликт с Хамас в секторе газа имел значительное негативное влияние на состояние прав человека в Израиле. Госсекретарь США Энтони Блинкин заявил, что атаки 7 октября, во время которых погибло около 1200 человек, и последующая гибель гражданских лиц во время военного ответа Израиля в сектор газа, также вызвали глубокую обеспокоенность по поводу прав человека. Было подчеркнуто, что регион стал практически непригоден для проживания. Президент Байден терпит неудачу в опросе, поскольку избиратели недовольны экономическими перспективами. Согласно последнему опросу Bloomberg News Morning Consult, глубокий и устойчивый пессимизм избиратель по поводу экономики США в значительной степени свел на нет резкое увеличение поддержки, которую президент получил после своего обращения о положении страны. Среди штатов, которые являются ключевыми для ноябрьских выборов, Байден сейчас опережает Дональда Трампа только в Мичигане. Он отстал от бывшего президента в Пенсильвании и Висконсине, а его дефицит вырос в Джорджии, Аризоне, Неваде и Северной Каролине. Виноваты в этом инфляция и более высокие процентные ставки. Более трех четверти респондентов опроса считают, что Байден несет ответственность за текущие показатели американской экономики, а около половины заявили, что он очень ответственен. Однако до выборов еще шесть месяцев и ежемесячные колебания результатов опросов находятся в узком диапазоне. Прибыль виза выросла на 17% на фоне роста расходов потребителей по кредитным картам. Оператор крупнейшей в США платежной системы зафиксировал более высокую, нежели прогнозировали аналитики чистую прибыль во втором фискальном квартале с окончанием в марте, пишет Reuters. Выручка также превзошла ожидания рынка. Отмечается, что этому способствовало увеличение расходов потребителей по картам, которые тратили средства на все, начиная от путешествий до ресторанов. Согласно отчетности компании, чистая прибыль составила 4,66 млрд долларов против 4,26 млрд долларов годом ранее. При этом скорректированная прибыль на одну акцию оказалась на уровне 2,51 долларов, тогда как аналитики в среднем ожидали 2,44 долларов. Между тем, один из крупнейших в Японии банков, Japan Post Bank, сообщил о прошедшем системном сбое, в результате которого произошла задержка более 1 млн входящих платежей. Сообщается, что были задержаны около 1 млн 200 тысяч входящих платежей. В некоторых случаях задержки составляли до нескольких часов. В то же время переводы из Japan Post Bank в другие финансовые учреждения осуществляются без изменений. Сообщалось, что сбой в системе, начавшийся в 8.40 утра по местному времени, продолжался до полуночи. По состоянию на март 2023 года, GP Post Bank имеет 23 тысячи отделений и более 30 тысяч банковских банкоматов по всей стране.